Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И именно, ежели углубляться в этимологию тематики, то геополитическая ситуация в мире, катастрофы, важные события, карты там. Могут ли карты предотвратить нежелательные события в жизни людей и целых стран и народов? Как в мире, да? Стабильности нет. Террористы снова захватили самолет. Да, террористы снова захватили самолет. Вот, кстати, да, о самолете. От лица всей Америки выражаю соболезнования россиянам в гибели самолета. И вообще, в гибели ли? И вот хотелось бы узнать, можно ли с помощью инструмента Таро определить, что случилось, как случилось? То есть, насколько карты могут подробно нам показать ситуацию при желании? У меня как раз сегодня был разговор на эту тему. Меня спросили, смотрел ли я, почему произошла катастрофа. Я сказал, что я не смотрел по нескольким причинам. Это и личные причины мои, и причины более высокого порядка. Первое. Ну, я очень не люблю посмертные гадания. Они очень тяжелые. То есть, они тяжело даются, они болезненные. Может, для кого-то это легко и не проблема, но для меня это всегда тяжелая проблема. Второе. Мне кажется, это не совсем этично. Ну, знаете, это вот как подглядывать в замочную скважину. Часто бывает такое ощущение, что если у меня есть карта Таро, то вот я только и делаю. Я с кем-то познакомился и сразу начинаю раскладывать карты. Я там что-то узнаю, что появился там человек, и я сразу начинаю на него раскладывать карты. Ну, я раскладываю карты, когда у меня какая-то кризисная, критическая ситуация. Вот мне, допустим, вы делаете предложение или говорите, Сережа, одолжение мне 100 тысяч долларов. Хренасе, давай посмотрим, хоть отдаст там хоть половину или не отдаст. Это одна ситуация. Вторая ситуация. Я сейчас начну раскладывать, а как вот у Владимира с девушками, а как у Владимира с мальчиками, а с собачками, там, а с чё с кем-нибудь. Ну, вот буквально заглядывать в окно, там, ковыряться в рязном белье. Это один момент. Второй момент. Если бы ко мне пришел человек, родственник, погибший, там, в чём, и стал бы выяснять, в чём дело, или пришли бы товарищи с капитетных органов, а были такие ситуации, когда они приходили. Интересно. Очень забавная ситуация. Расскажете? Да, в далёкие девяностые приходят бандиты. Говорят, Серый, где нам прятаться? А получается так, ну, я жил в небольшом городе, да, и с половиной бандитов я тренировался, вторую половину я тренировал, я занимался рукопашкой. Ну, то есть, Сер всех знает. Я говорю, ну, вот там вам надо прятаться, самое безопасное место для вас там. Всё, они уходят, приходят там через небольшое время менты. Серёга, где нам их искать? Ну, вот ещё, да, и как, как, как бы, я должен сказать. Тут очень простые качели, тут развести пацанов по разным углам, и всё. Да, ну, я им сказал, что, предположительно, в этом районе. Звоню им, говорю, так и так, вот, бежите, бежите оттуда быстрее, как можете. Они чухнули, менты потом приходят, говорят, ну, полчаса мы разминулись. Ай-яй-яй, но главное-то, вы были правы, вы же сказали, в принципе, где они находятся. Ну, да, да, ну, бывают такие нелепые ситуации. То есть, вы и рыбку съели, и будку сколотили, короче. Я понял. Очень нервная работа. У меня мужик как-то пришёл с женой. Жена там тарахтит, меня вопросы задаёт, всё. А я сижу, отвечаю. А он говорит, а ты не сидела? Я говорю, а что? А он говорит, очень ты в словах осторожный. Работа у меня такая просто. Да. Такая работа. Надо быть очень осторожным в словах. Следи за базаром. Это вот главная идея. Так вот, если бы ко мне пришёл родственник погибшего человека, или товарищ из компетентных органов, то есть, люди, которые там по крови или по долгу службы имеют право задавать такие вопросы, я бы, конечно, посмотрел бы. Ну, что показало бы, то и показало бы. Там уже никогда не знаю, что покажет. Насколько подробно, насколько тонко это всё покажет. Ну, а так, чтобы сам там, или в угоду любопытства. А давайте поглядим. Ну, да, ну, как-то не очень хочется. Это вообще проблема. Это серьёзная проблема этики таролога. Сейчас вот очень разные мысли есть по этому поводу. Ну, правда, это не совсем та тема, которую мы сегодня завели. Это просто то, что у меня внутри болит. Ну, давайте об этом тоже поговорим. Этики таролога – это очень серьёзная, интересная тема. Вот, глубокая. Это сложный вопрос, да. Вот, ну, я вам расскажу одну геополитическую ситуацию. Это было в 90-х. Я не помню точно год. Это было на Украине. Тогда жил на Украине. И вот есть такое понятие – годовой расклад. Значит, в конце декабря, в начале января делается годовой расклад для того, чтобы посмотреть, какой у тебя будет следующий год. И кто не придёт – запасайте продукты. Запасайте продукты. Вот будут сложности с едой. Запасайте продукты. Я такой. А это было не в декабре. Это было летом. Вот как-то такая серия пошла. Вот в любом раскладе у меня это было. А что там? Так просто и написано? Там есть карта, вот карта повешенной есть, она указывает на недостачу. А рядом лежит карта четвёрка этих самых, четвёрка посохов, которая указывает на продукты, на пищу. Вот две карты. Нехватка продуктов, нехватка продуктов. Я уже, ну, просто одурел. Я думаю, может, ну, что-то… Ну, вот любому человеку, который придёт, думаю, ладно. Пошёл, купил пару мешков картошки. Ну, раз уж там так говорят, я уже… Это какие годы у нас? Это 90-е. Я не помню. 95-е, 96-е, 4-е. Вот когда-то тогда. Осенью такое падение гривны было. Или там ещё не гривна была, купоны эти были. Это что-то страшное. Короче, эти два мешка картошки оказались совсем-совсем величными. Вот просто, да, просто тупо. То есть это было событие, которое не было вот моим событием или вашим событием, если бы ко мне пришли. Это было событие на уровне страны. Вот, то есть лично оно, ну, больше, чем судьба одного человека была. И вот оно у всех буквально было такое показано. Вот это да, вот это я помню такое событие. Потом я помню, как-то я гадал, тоже человек задавал вопрос, ну, по поводу ведения войск, американских войск в Иран. Иран, 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 я их пудаю постоянно. В одну из этих стран, да. В одну из этих стран. Вы как Буш, который тоже перепутал и сказал, что бомбить будет немножко не ту страну. Ну, я вас умоляю, а не рядом. Ирак, Иран, да какая разница. Иран, Иран, какая разница. Если бомбу помощнее взять, то всем будет там конец. Ну, я знаю, что Иран это Персия, а Ирак это скорее мусульманская страна. Ну, короче, в одну из этих стран они там собирались ввести войск. Я говорю, знаете, оно им обойдется значительно дороже. Ну, спрашивали о потерях. Не о тех самых временных потерьх. О значительно дороже, чем предполагается. И действительно, там по расчетам были одни запланированные цифры потерь. Потери были намного выше в живой силе. Ну, да, вот тут совпало. У меня было много политических гаданий, вот выборы. Я, как ветеран с воровских компаний, прошел 13 избирательных компаний с самого разного уровня. С картами на перевес. До депутатов райсовета, вот горсовета, это еще ниже райсовета. Но, наверное, американским слушателям это не очень уже даже и понятно. Ну, короче, вот с самых разных уровней. Да. Да. Ну, это очень грязно. Вот последняя компания у меня, когда предложили, я просто отказался. Несмотря на то, что это очень хорошие деньги, очень хорошие деньги. Я просто отказался. Потому что ощущение, как будто ты весь извален в дерьме. И вот отмыться уже практически невозможно. То есть, я поймал себя на том, что я третий раз за день пошел в душ, когда я думал принимать это предложение или нет. Я не пойду. Зачем? Я прекрасно и без этого обойдусь. И переживу без этих денег. Может быть, не так хорошо, как хотелось бы, но зато, по крайней мере, не буду мыться четыре раза в день. У вас с этим сложности, я так вижу, да. То есть, что-то не так сделали и тут же побежали в душ. Ну, хорошо, значит, есть совесть, замечательно. Видите, еще не все так плохо. Еще стоит земля-матушка Россия. Я думаю, что совесть, это Бог, кого любит, Он того наказывает, тем, что совесть дает. В совести намного тяжелее. Ну, конечно. Ну, так вообще, Бог, когда наказывает, ну, когда мы страдаем, это же хорошо. Земля же совсем не райская планета вообще, да? То есть, это же одна из плеадатских планет, такое предчистилище, скажем. И то, что мы страдаем, мы же карму-то отрабатываем. Один товарищ мне рассказывал, ну, не мне, а про меня рассказывал, так получилось, что у нас была тусовка там такая полумагическая. И он говорит, так что вы нам показываете, что вы нам его демонстрируете, на меня пальцем-то я говорю. Вы вашим жалким душонкам по миллиону лет, а его душе миллиарды, он сосланный с другой планеты, он здесь отбывает ссылку, и он уже там скоро уйдет. Это арестант, конкретно по жизни. Ну, вы все тут арестанты. Ну, вы все арестанты, да? Короче, я послушал, думаю, мама дарая. Ну, когда он сказал, что он мах седьмой ступенью с печати, я понял, что не все так плохо, может быть. Ну, главное, чтобы печать была на правильном месте, окей? На правильном, конечно. Да, ты думаешь, что она ниже спины? Чуть ниже спины, да. А на плече, говорит, горит клеймо, да. Ой, да. Это есть про графский черный пруд вспоминать. Хорошо. Так вот, я к чему говорю-то, да? Есть такая хорошая христианская добрая поговорка. Вот она меня умиляет всю дорогу. Христос терпел и нам велел. Христос не велел. Христос не велел. Христос говорит, я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы вы жили хорошо. Вы же знаете, какое самое главное доказательство существования Бога? Ну, их два даже. Да, ну-ка, ну-ка. Первое, что Элвис Бог. Так. А второе, это вот поп после Пасхи в понедельник открывает утром холодильник, достает бутылочку холодного пива, прикладывает его к колбой, говорит, пиво – это знак, что Бог есть, что Он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Однозначно. Вы полностью согласны. И второе, к этому делу Сайбаба, который материализовал кучу золотых перстей. Хотел бы взять на тот заводик, блин. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Ой, да. Главное – садху марихуану никогда не курить в Индии. На берегу Ганга. А что? Ну, они такие сидят, старички как бы, да, мудрые, и говорят, мы мудростью поделимся, там, садись, друг, покурим. Вы с ними начинаете курить, а потом через неделю просыпаетесь абсолютно голы, без денег, без вещей. Где-то там, где много таких обезьян, и они везде на вас. Вот. То есть в лучшем случае, между прочим. Я понял. Поэтому никогда, никогда не принимайте предложение садху покурить на берегу Ганга. Я понял. На Ганг не ногой больше, я тебе верю. Вообще. Не ногой. Вот. Так что вот такие вот дела. Хорошо. Значит, я понял, с доказательствами Бога, да. Но есть еще мнение, что укупник Бог тоже. Знаете, на большой стене написано. Укупник Бог. Где-то в Москве. Красным этим, красным баллончиком. Не-не, я на Элвиса, я еще могу понять. Ну, вот с укупником. Такие же, я же говорю. То есть тоже как такое. Ну, это значит, что Господь может принимать разные формы. Это да. Персонально для кого-то. Вот так. Может быть, да. Может быть, вполне такое. Так вот, возвращаясь к этике торолога. То есть, что вы делаете с удовольствием, а чего вы не делаете вообще? Вы знаете, очень такой, очень неоднозначный вопрос. Ну, вот один из вопросов. Вернее, сама проблема этики, в том числе этики торолога, она очень неоднозначна. Вот один из моментов. Вот вы просите меня посмотреть на, к примеру, на свою бывшую. Да. Да. Посмотреть на бывшую, это же сам Бог велел. Понятно. Элвис или Окупник, смотри, какой из них. Да неважно, один из них. Сайбаба, ладно. Сайбаба, да. Он тоже назывался Богом на полном серьезе. Так и вы называете. А что это же не только. Будет ли это вмешательство в ее личную жизнь? У американцев есть термин, там, я забыл. Прай как-то там. Не помню, как оно по-английски звучит. При вас, при вас, да? При ват-прапорте? То есть, личное... Личное пространство, личная территория. Да. Вот если я по вашей просьбе буду смотреть на то, как у вашей бывшей, это будет вторжение в ее личную жизнь, да? Или это будет та информация, которая является свободной, доступной, там, и все остальное и прочее. Вот если она, допустим, выкладывает фотографии своей личной жизни, там, с вечеринок или еще чего-нибудь, в Фейсбук, то она этим самым... Она дает мне право смотреть на ее личную жизнь или не дает? Это очень какой-то неоднозначный момент. И вот здесь возникает вопрос. Вот я лично, да? То есть, вы приходите ко мне, но вы же приходите не ко мне, правильно? Вы же приходите вот этим квадратиком, прямоугольничком к этим картам. Вы задаете вопрос им, да? Вот я, как оператор... Как оператор, да. Минуту. Вот я, как оператор, я участвую в процессе, да? Или я не участвую в процессе? Вот у вас наушники. Вы слышите мой голос через наушники. Наушники участвуют в нашем с вами диалоге или не участвуют? Я, как оператор, я всего лишь вот этот проводок, который связывает вас и высшие силы? Или я активный участник этого события? Или я... Это оставляет на мне след. Вот есть такой развод вообще, уникальный совершенно, провода. Вот если слушать музыку по правильным проводам, она хорошо звучит. Если слушать музыку по неправильным проводам, она плохо звучит. А правильные или неправильные провода, это не там не зависит от марки стали, сечения, там всего остального. Нет, это зависит от того, какими энергиями пропитаны там вот провода, с наполненной ароматом корицы, к примеру. Нет, ну это же идиотизм. Нет, это не идиотизм. Это люди продают за безумные деньги вообще. У вас шок, я понял. Я сам инженер профессиональный с американским образованием. Я вам скину ссылку просто. Я скину вам ссылку, никакой проблемы нет. Про вот такие волшебные провода. И люди платят безумные деньги за это делать. Нет, ну это же бред. Мы понимаем с вами, да, что имеет значение... Распайка, да, металл, да. Электрисити, ток который тоже имеет значение. Так вот, если вы будете по этим проводам зимфиру слушать, то баха нормально, они уже не будут передавать. Да, чисто энергетически. Да, все, там уже будет бах в обработке зимфиры. Да, ну понятно. Вот, и вот вопрос, вот я этот провод, который бах в обработке зимфиры, или я просто провод, который передал и не передал? Походу вы просто провод. Или я не провод. Или я человек. Вы сказали мне, я там как-то своим умом это понял, передал туда, они мне сказали, я опять кое-как понял и передал вам. Конверт. Да, вы как будто конвертируете информацию, но я так не думаю, что вы конвертируете. Я думаю, вы просто провод. Но это что, вот, вы наушники. Если я просто провод, тогда мне абсолютно все равно, какой вопрос задаете вы. Это все на вас, а не на мне. Я не участвую в процессе. Но черные маги поступают. Мы не будем говорить черные, зеленые. У нас нет черных магов, да, то есть, какая разница? Самые лучшие птицы – это врачи, да, потому что они знают как. Как самые лучшие кто? Самые лучшие убийцы – врачи. А, убийцы, да? Их просто учат, это как разрезать там все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok